Мария Романцова уже несколько лет подбирает с улиц бездомных кошек и котят, выхаживает их и старается найти им хозяев. Но пристроить всех, особенно взрослых особей, невозможно. И кошек, уже привыкших жить на улице, после стерилизации девушка выпускает обратно. Кто-то из тех, кого Мария раньше спасла, погиб, став жертвой стаи бездомных собак. Эта стая на днях шугала кошек, загнала на дерево, и вот эта женщина пыталась их отогнать, и они ее облавили, то есть проявили агрессию. Дерут кошек, забегают в подвал и душат котят. Просто убивают, не знаю, инстинкт, ради удовольствия. Они их не едят, потому что недавно подвал был открыт, туда заходили, и там были трупики разодранных котят. Собаки приходят со стороны леса, чаще всего бегают в траве за домами или лежат на детской площадке. На них вызывали отлов, но застать собак не удалось. Во время съемок сюжета их тоже не было. В ДГХ нам пояснили, что выезжали отлавливать эту стаю несколько раз. Неоднократно, ежемесячно выезжала организация по данному адресу. В мае конкретно за последний месяц четыре раза они выезжали, обследовали территорию проспект Музруково-Казамазово. Выезжают в рабочее время, как правило, после обеда. В основном они выезжают где-то с часа 30 до 3. В это время ни одной собаке обнаружить не удалось. В дальнейшем территории на контроле будут выезжать еженедельно. Если собак отловят, их перевезут в приемник для животных, где их осмотрит ветеринар. При наличии показаний их усыпят. В противном случае будут искать новых хозяев после прохождения карантина или выпустят в прежнее место. В прошлом году отловили более 250 животных на улицах. Это и собаки, и кошки. В этом году самоотлов и содержание в приемнике финансируют, исходя из предписаний правительства Ниргородской области. Но стоимость этих процедур выше расценок, установленных в контракте. Никакие организации не предъявляют интереса к этой закупке. И еще выдвинуто новое требование по законодательству Нижегородской области, что организации, которые занимаются этим видом деятельности, должны обязательно обладать фармацевтической лицензией. Потому что они работают с препаратами биологическими, связанными с умертвелением животных, с отловом животных и так далее. Этим критериям соответствует государственное учреждение «Ветслужба». В мае с ними заключили договор. По суп-подряду они работали с работниками дорожно-эксплуатационного предприятия, но отловить никого не сумели. То ли собаки уже знают действительно этих работников, которые занимаются отловом, то ли препараты так срабатывают. Пока существуют проблемы с отловом. Кроме того, сейчас мы размещали аукционную закупку уже на последующие периоды, до конца года, с целью организации отлова и содержания в приемнике, никакой организации пока не заявляется. Также новый закон о гуманном обращении с животными прописывает жесткие требования к приютам. Саровский приемник этим критериям не соответствует. Сейчас ДГХ совместно с КУМИ рассматривает вопрос о передаче приемника в ведение государственной ветеринарной службы. Мы планируем дальше заключать контракты с государственным бюджетным учреждением. Сегодня существует возможность заключения с ними в прямых контрактах. Это государственные бюджетные учреждения. Соответственно, они будут просто использовать данное имущество для цели осуществления своей деятельности. Сейчас в приемнике живут и животные, которых принесли из дома. Их пребывание там из областного бюджета не финансируется. Пропитание и лечение таких собак и кошек ложится на плечи волонтеров. В случае передачи приемника в ветеринарной службе добровольцам придется договариваться с его новыми владельцами. Канал 16 будет следить за развитием событий.